Приветствую вас, Екатерина. Вот, хотелось бы спросить, почему вы называете себя Катей, а не, собственно, Екатерина, то есть, ну, Катя. Так, хотя, это, мне кажется, несколько по-детски звучит, ну, как бы, не по-взрослому, что ли, а Екатерина, это всё-таки более взрослый, и вот, хотелось бы вас в этот момент уточнить. Между тем, как всегда, вы, вот, так вот, ну, по-себе, сразу вы себя так называете, или только здесь, только сейчас. То, что вы описываете, как мне кажется, похоже на определённый кризис, я бы сказал. Вот, то есть, ну, просто вот, когда на определённый кризис, это похоже. Ага, то есть, кризис, когда, ну, то, что вот вы делали, да, как бы вот, ну, то, как вот вы действовали по жизни своей, больше уже не работает. А по-другому, как действовать, вы не знаете, вот, не умеете, может быть. И, в итоге, наступает опасность, и всё, что раньше приносил удовольствие, теперь уже удовольствие не приносит. Тут нужно, на мой взгляд, сказать, обязательно, что вам нужна поддержка, вам нужна помощь в том, чтобы вот эти аспекты для себя как-то вот лучше понять. И, ну, себя лучше, лучше понять, кто же в этом, в том, что с вами происходит сейчас. Ну, условно говоря, это такая, ну, это защитная реакция, это защитный механизм, это подавление. Вполне вероятно, что какой-то вот кризис в вашей, ну, в своей жизни, какой-то кризис в своей жизни вы смогли прожить, вот. Ну, полноценно не позволю себе править, сейчас вот это может быть проявил. В общем, не обязательно, так, не обязательно, это всего лишь моё предположение, не факт, что это так. Но, вполне вероятно. Поэтому есть, видимо, у вас некоторые чувства, некоторые эмоции, которые вы, так или иначе, в... Ну, вот, ну, себя зажимаете, вот, есть, так или иначе, какие-то вот у вас вероятнее всего переживания, которые вы себе блокируете. То есть, понятно, что сейчас это просто вот из области предположений я сейчас об этом говорю. Вот. То есть тут, ну, не смотрите, что у вас поменялось. Очевидно, что какие-то изменения у вас возникли, очевидно, что какие-то изменения у вас произошли. Вот. Ну, вы боитесь эти изменения признавать. Вот. Ага. Явление это достаточно часто. Когда человек, вот, ну, боится, не хочет, страшно ему признавать какие-то свои, вот, перемены, какие-то свои, вот, много приобретённые нюансы и так далее, а может быть и не видят просто. Тут вариантов, вариантов, ну, вариантов много, достаточно. Вот. В любом случае, нужно помочь вам с этим поработать, нужно помочь вам от преследовательных нюансов, нужно помочь вам с этим поработать, вот, то есть, ну, чтобы вы лучше себя ощущали, вот, чтобы вы лучше себя воспринимали, вот. Это очень важно. Очень важно. Это нормально. Ты ведь работаешь с чувствами. По сути, по сути дела ты работаешь с чувствами, вот. И если вы готовы выбирайте психолога и начинайте психотерапию, я думаю, что результат себя стать не заставят. Вот. Ага. Вот. В этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что это было интересно, вот. Хотел бы, конечно, чтобы вы немножко подумали относительно того, почему не задали вопрос, я не думаю, что это случайно было, вот. Я думаю, что это не случайно, что вполне вероятно, что вот какой-то элемент страха у вас присутствует. Вот. Я думаю, что там происходит, что вроде бы, вроде бы не нравится, то, что, ну, вот, то, что вы чувствуете, вроде бы оплата, вроде бы, что ничего давать с ним не приносится. В то же время понимает, что, ну, никакого запроса, да, вот, к специалистам, может, нет. Это не случайно, к сожалению. Вы поймите правильно, у вас, как бы, я не обвиняю вас, я не пытаюсь вас обвинить, сказать, что вы, там, какая-то плохая, нет. Просто речь о том, речь о том, что вы обратили, не обратили на это внимание, что вы рассказали, я просто не задала. Просто обратить на это, там, надо подумать, с чем это может быть связано. Вот. Всё. Без обвинений, там, каких-то, да, без чего-то ещё. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Всего самого доброго. ПО東西 всех встречается в coworkіл'reе, из деревья。 СМЕЦнию, СМЕЦния, СПОНОТון М compreh印ya. Ну здесь, их матери, с глазами. СМЕЦня, СМЕЦня.